Рано утром 10 февраля 2021 года маленькая Ти услышала странный шум на кухне и спустилась посмотреть, что происходит. Войдя в комнату, она увидела, как мужчина запихивает тело ее матери в чемодан. Несмотря на юный возраст, Ти поняла, что мать мертва и что теперь следующей жертвой нападавшего может стать она сама. Кристина Роу родилась в 90-х годах и провела детство в Анхелесе, городе на Филиппинах. Ее мать, чья личность не разглашается, была филиппинкой, а отец Маркус – британцем по происхождению. Это помогло ей познакомиться с другой культурой. О Кристине мало что известно, так как подробности ее детства, воспитания и семейного круга остаются окутанными тайной. Но удалось узнать, что у нее была сестра и что они очень любили друг друга и были близки. В 2010 году Кристина встретила любовь и забеременела. Затем она родила дочь, имя которой также осталось скрыто, чтобы сохранить конфиденциальность и безопасность. В этом случае мы будем называть ее Ти, как указано в некоторых судебных документах, соблюдая тем самым действующие законы. Об отце ребенка ничего не известно. Однако удалось выяснить, что он не принимал участие в воспитании дочери и что молодая девушка преодолевала это с большим мужеством. Присутствие Ти сыграло решающую роль в жизни Кристины, и она приняла свои материнские обязанности с увлечением и большой ответственностью. В период с 2017 по 2018 год Кристину начала беспокоить царящая в Анхелесе бедность, где было все меньше возможностей для трудоустройства или учебы. К тому времени этот город уже выделялся тем, что толкал своих жителей на деятельность на грани незаконности, чтобы выжить. Его даже описывали как город, где главной проблемой, требующей решения, был высокий процент девушек, вынужденных становиться проститутками. Обеспокоенная такой ситуацией и желая сменить обстановку, молодая мама приняла судьбоносное решение. Руководствуясь надеждой и пользуясь своим британским гражданством, Кристина взяла паспорт и вместе с дочерью отправилась в Великобританию. Несмотря на значительный риск, она приняла смелое решение оставить своих друзей и родственников и переехать в город Вустер. Ее мотивы были очевидны. Она хотела дать своей дочери качественное образование и возможности, превосходящие те, что были у нее. Как только Кристина обосновалась в Великобритании, ее стремление построить лучшее будущее для себя и своей дочери не знало границ. Она неустанно трудилась иногда на нескольких работах одновременно. Сначала она работала в крупном универмаге, а позже на изнурительных почасовых уборках. И, пожалуй, самая приятная из всех ее работ была подработка в качестве модели. Экзотические черты лица и цвет кожи сделали ее очень заметной на английском модельном рынке. Но что еще больше выделяло ее, так это мягкость, внимательность и врожденный талант. Окружающие отзывались о ней как об исключительно умном и духовном человеке. Кристина была женщиной глубокомысленной и мечтала стать писательницей. То, что мы нашли о ней в некоторых статьях, говорит о том, что ее присутствие было заметным, потому что она обладала уникальным сочетанием грации и мастерства. Это оставляло неизгладимое впечатление на тех, кто ее знал. Кристина следовала своему собственному ритму, условно танцуя, и в то же время обладала силой торнадо, поскольку никогда не позволяла себе потерпеть поражение в любой трудности. Ее вкусы простирались от кулинарии до природы, литературы, поэзии, искусства и философии. Однако, помимо всех этих индивидуальных интересов, ее главной целью было обеспечить своей дочери хорошую жизнь. Не только материально, но и эмоционально. В средствах массовой информации, освещающих ее историю, Кристину описывали как преданную и заботливую мать, которая установила особую связь со своей дочерью. Между ними возникло большое взаимопонимание. Настолько глубокое, что, казалось, оно отражает скорее отношения сестер, чем матери и дочери. Они жили в двухэтажном доме, где наслаждались долгими совместными прогулками. В какой-то неопределенный момент отец Кристины также переехал в Англию. Это облегчило их адаптацию, поскольку у них было больше эмоциональной поддержки. Однако, темп жизни и многочисленные работы привели к тому, что Кристина оставалась дома сети в редкое свободное время. Почувствовав себя более стабильной во всех отношениях, девушка решила дать любви еще один шанс. Так, в декабре 2019 года судьба свела Кристину с Чарльзом Бирном, мужчиной на три года младше ее, с которым она общалась через известное приложение для знакомств. Информация о нем также скудна. Едва удалось выяснить, что он любит играть на гитаре, и что в его семье была долгая история психических заболеваний и подобных патологий. Разница в возрасте, хотя и небольшая, не стала препятствием для Романа. Чарльз установил прочную эмоциональную связь с Кристиной, и его ничуть не смущал тот факт, что у нее есть дочь. С учетом этого они сделали следующий шаг и встретились лично. С того момента они решили, что подходят друг к другу, и решили начать отношения. Поначалу все казалось сказкой. Чарльз представлял себя идеальным парнем и отлично ладил с Ти. Многообещающие отношения привели к тому, что мужчина переехал в дом, который снимала Кристина. Однако совместное проживание продлилось всего шесть месяцев. Расставание совпало с началом глобальной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения в 2020 году. И все то давление, которое это оказывало на повседневную жизнь людей, а также трудности с трудоустройством, от которых Кристина не была избавлена, сделали ситуацию очень сложной. Хотя о причинах разрыва они умалчивали, среди друзей и родственников ходили слухи, что мужчины были явные признаки психических расстройств, включая эпизоды потери связи с реальностью, вспышки гнева и контролирующее поведение по отношению к молодой женщине. Хотя их больше не связывали любовные отношения, они вели разговоры, характерные для пар, которые только что расстались. Именно в таких условиях наступил февраль 2021 года. После разлуки Кристина со своей дочерью жила в том же доме, а мужчина в доме своих родителей. Оба находились в одном городе примерно в пяти километрах друг от друга. Очевидно, Чарльз не смирился с разрывом и продолжал часто появляться в доме Кристины, особенно по ночам и в нервном возбуждении. Сочувствуя ему, она впускала его в дом и они разговаривали до тех пор, пока к мужчине не возвращалось спокойствие. Этот великодушный жест молодой женщины действовал на нервы родственникам и друзьям, которые предупреждали Кристину о его эмоциональной нестабильности и напоминали о том, как негативно он влиял на нее и ее дочь во время их совместной жизни. Позднее фотограф и друг Кристины Джордж рассказал, что в разгар конфликта мать и дочь на несколько дней укрылись в его доме, потому что мужчина казался одержимым и не хотел признавать разрыв. Однако никто не знал, что в тот момент после расставания Чарльз зайдет настолько далеко, что начнет преследовать Кристину. Один из самых серьезных эпизодов произошел, когда он удерживал ее и Ти в плену против их воли в течение многих часов. В конце концов, молодой женщине удалось убедить его уйти, но по какой-то необъяснимой причине никаких обвинений в связи с этим инцидентом ему предъявлено не было. Итак, мы переносимся в ночь на 9 февраля 2021 года. Кристины и Ти мирно спали в своих кроватях, не представляя, что должно произойти. Рано утром, уже 10 февраля, Чарльз отправился на своей машине к дому Кристины. С собой мужчина был чемодан, и, как полагают, молодая женщина впустила его в дом, поскольку следов взлома не было. Вскоре после этого между ними произошла ссора на кухне, и в порыве гнева он начал душить Кристину, пока ее губы не посинели. Не удовлетворившись этим, он также нанес ей ранение в сердце с помощью ножа. В какой-то момент во время всего этого безумия маленькая Ти услышала крики, и, будучи любопытным ребенком, спустилась из своей комнаты, чтобы посмотреть, что происходит. Когда она вошла на кухню, то увидела, как Чарльз запихивает ее мать в чемодан. В этот момент девочка, несмотря на свой юный возраст, поняла, что ее мать мертва, и причиной тому был он. В приступе паники от осознания того, что его раскрыли, мужчина схватил девочку за шею и стал душить, при этом говоря ей, что ему очень жаль. Затем Ти потеряла сознание от недостатка кислорода, и Чарльз несколько раз ударил ее головой о пол. Подумав, что таким образом он покончил с ее жизнью, мужчина поднял ее на руки, отнес наверх и положил в ванну. После этого он спустился на кухню. Неожиданно Ти пришла в сознание, но поскольку она была невероятно храброй и умной, то оставалась неподвижной. Девочка была внимательна ко всему и услышала какие-то звуки, как будто мужчина убирался. Через несколько минут она услышала, как он уходит из дома. В то утро соседи разбудили крики и звуки ударов. Затем наступила подозрительная тишина. Но, несмотря на это странное событие, никто не предупредил власти. Наконец, когда мужчина вышел из дома, соседка увидела, что он несет, как ей показалось, чехол для гитары. Однако то, что он тащил за собой, оказалось чемоданом, с которым он, как мы уже знаем, вошел в дом. И в нем находилось тело Кристины. Из-за глубокой раны, которую он нанес, ей крови было очень много. Так много, что она капала из чемодана. Но это его не остановило. Чарльз положил чемодан в машину, которая принадлежала его матери. Затем он поехал обратно в дом, который делил с родителями. Там он взял нескольких кирпичей и положил их в чемодан. Это было сделано для того, чтобы он стал тяжелее, и его было легче утопить. Чарльз покинул родительский дом и поехал к мосту у реки Северн. Именно в этом живописном месте мужчина решил избавиться от тела Кристины. Первой его попыткой было перебросить чемодан через перила. После неудачи, поскольку у него не хватило сил, он затащил его под мост и бросил в реку. Затем он вернулся в дом Кристины. Но придя туда, обнаружил, что Тинни в ванной, а лежит и спит в своей комнате. В этот момент он испугался, что его обнаружат. В его воображении кто-то заметил нападение и пришел на помощь девочке. Подумав, что этот человек может находиться внутри, он убежал и скрылся в доме своих родителей. Чуть позже, тем же утром, Даг Уокер, выгуливающий собак, сообщил в полицию, что обнаружил на мосту след крови и несколько следов волочения. В это время малышка Ти сумела встать на ноги и взяла мобильный телефон матери, чтобы вызвать службу спасения. Через несколько минут прибыла медицинская помощь и полиция. Подъехав к дому, они сразу заметили многочисленные пятна по всему участку и, исходя из своего опыта, поняли, что это следы крови. Войдя в дом, офицеры вынесли Ти в безопасное место и медики отвезли ее в больницу для оказания помощи. В это же время полицейские ходили по домам, чтобы поговорить с соседями и выяснить, не заметили ли они чего-нибудь необычного. Местные жители рассказали им о звуках, которые не слышали ранним утром. Затем офицеры отправились на поиски молодой матери, поскольку до сих пор не знали, что с ней случилось. Они все еще надеялись найти ее живой, а также хотели найти человека, который на нее напал. Это оказалось очень просто, поскольку Ти предоставила им информацию, необходимую для его опознания. Чарльз был задержан в доме своих родителей для допроса, сначала по поводу попытки лишения жизни Ти. Это было единственное, в чем полиция была уверена на тот момент. В тот же день, 10 февраля, офицеры цепили несколько мест в городе. Пять полицейских машин, в том числе два фургона судмедэкспертов, а также команда пожарных и скоростные катера отправились на мост, где велись напряженные поиски. В тот же день в новостях заговорили о полицейском расследовании. СМИ сообщали о масштабной операции, которая проводилась в трех местах города в попытке найти тело Кристины. Власти искали несколько часов, пока поздно вечером тело молодой женщины не было найдено в чемодане. В ходе разбирательства в тот же день мужчина был арестован и сразу же сообщил полицейским, что принимает антипсихотические препараты, но не делал этого накануне. Однако судебные психиатры не смогли проверить это, и он был признан годным к допросу в полицейском участке. В четверг 11 февраля 2021 года полиция подтвердила СМИ, что было найдено тело женщины и что ее семья уже проинформирована. В том же заявлении они добавили, что официальное опознание еще не проведено, но они знают, что это была Кристина Роу. В тот день оцепление было снято с одного из мест, где офицеры проводили поиски, но сохранялось на двух других, вероятно, потому что следователи искали дополнительные улики. Согласно официальному заключению судья на медицинской экспертизы, на теле были обнаружены обширные кровоподтеки на шее, свидетельствующие об удушении и след от обуви на верхней части грудной клетки. Кроме того, у жертвы была глубокая колотая рана, повредившая сердце и легкое. Вскоре после этого полиция подтвердила, что 24-летнему Чарльзу Бирну были предъявлены официальные обвинения в убийстве 28-летней Кристины Роу, а также в покушении на убийство несовершеннолетней. Что касается нападения на девочку, то мужчина заявил, что в тот момент он был в бреду и что тогда он видел в ней немаленькую девочку, какого-то злого карлика, поэтому и напал на нее. Он сказал, что пытался сдушить ее, чтобы она уснула, но когда она начала сдыхаться, он понял, что это на самом деле Ти и остановился. Он отрицал, что у него были намерения лишить ее жизнь. В пятницу 12 февраля 2021 года Чарльз заявился в суд для предъявления обвинений. Мужчина на протяжении всего заседания стоял с опущенной головой. Он сложил руки на груди и был невозмутим, а говорил только для того, чтобы подтвердить свое имя, адрес и дату рождения. Кроме того, он не признал себя виновным. Прокурор Ральф Робинс заявил, что два совершенных преступления являются серьезными и попросил судью направить обвинение в Королевский суд. Защитник, в свою очередь, заявил, что его клиент в курсе того, что происходит в суде, но на данном этапе он ничего не может сделать. Выслушав обе стороны, окружной судья обратился к подсудимому и сказал, что уверен в том, что его защитник очень хорошо объяснил ему суть обвинения. Затем он постановил заключить мужчину под стражу, объявил, что тот должен снова пристать перед судом, но на этот раз в Королевском суде 16 февраля того же года. Судья также сделал последнее замечание о рисках, которые представлял собой задержанный. Он отметил, что, исходя из слов прокурора и прочитанного по делу, он уверен, что если за него будет внесен залог, он не вернется. Более того, это помешает свидетелям. В этой связи он напомнил о дочери Кристины, которая была совсем молодой жертвой, и главным свидетелем, которая сказала, что обвиняемый хорошо ее знает и может сделать с ней что-то, чтобы она не дала против него показания. По мере расследования полиция продолжала собирать все улики. Одновременно с этим свою работу продолжали и судебно-медицинские эксперты. В конце концов, начался процесс в Королевском суде, где сюрпризы от обвиняемого последовали уже 1 июня 2021 года, когда он не признал себя виновным в убийстве Кристины, а вместо этого признал вину в непредумышленном убийстве по причине уменьшения ответственности. На чередном судебном заседании в декабре 2021 года он признал себя виновным по обвинению в покушении на убийство Ти, но утверждал, что в тот момент был психически нездоров. Защита представила медицинские свидетельства, подтверждающие его утверждение. В рамках попытки минимизировать обвинение утверждалось, что намерение лишить девочку жизни было мимолетным и сформировалось, когда она неожиданно вошла на кухню. Защита утверждала, что их клиент был мотивирован психическими проблемами, поскольку страдал параноидальным бредом и расстройством мышления. Но обвинение утверждало, что хотя он действительно был психически нездоров, в момент совершения преступлений он понимал, что поступает неправильно. И в этом смысле его психическое заболевание не отменяет его ответственности или виновности в нападении на Кристину. Суд узнал, что Чарльз сказал полиции, что просто вышел из себя. По его словам, из-за расстройства мышления он воспринимал Кристину как сексуального преступника, выдававшего себя за женщину, чтобы сделать ТИ что-то плохое. В соответствии со своими доводами он утверждал, что напал на Кристину, чтобы спасти девочку. Однако, вскоре обвинение указал на отсутствие логики в его аргументах, поскольку всего через несколько минут после решения Кристины жизни он сжимал шею Ти, пока она не потеряла сознание. Прокурор спросил, что это была за помощь. И тут они вспомнили, что избавившись от тела Кристины, субъект вернулся в дом, неся с собой лопату, вероятно, не мереваясь похоронить Ти. Но обнаружив, что она пришла в сознание, ушел. Защита заявила, что их клиент пощадил жизнь девочки, когда вернулся в дом, так как сказал себе, что лучше сядя в тюрьму, чем ее постигнет та же участь, что ее мать. Выслушав все стороны, судья обратился непосредственно к посудимому. И сказал ему, что его нападение привело к тому, что ребенок проснулся встревоженной криками матери и побежал вниз по лестнице. Он заявил, что не считает правдоподобной версию о том, что он пришел в дом Кристины, чтобы спасти Ти и убежден, что тот хотел уничтожить их обоих. Судья назвал совершенные преступления чудовищными и крайне тяжелыми и заявил, что Чарльз очень опасный человек. В конце концов, в пятницу 25 марта 2022 года в Королевском суде 25-летний Чарльз Бирн был приговорен к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения через 16 лет за лишение жизни своей бывшей партнерши 28-летней Кристины. Он также был приговорен к 13 годам и 6 месяцам за покушение на Ти, которые будут отбываться одновременно с другим приговором. При вынесении приговора судья постановил, что первое время он будет содержаться в психиатрической больнице строгого режима. Это было необходимо для прохождения лечения. Его переведут в тюрьму, когда необходимость в его лечении исчезнет. Во время оглашения приговора опустошенный отец Кристины зачитал суду заявление и сказал, что потеря дочери причинила ему незмеримую боль и оказала огромное негативное влияние, от которого он до сих пор не оправился. Убитая горем семья также рассказала, что Ти была травмирована случившимся и страдала от повторяющихся кошмаров, которые заставляли ее заново переживать случившееся. Они также рассказали, что девочка страдала от постоянного страха, что кто-то снова причинит ей боль, и в результате у нее было диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство, и она проходила курс психологического лечения. Друзья, что вы думаете об этой истории? Пишите ваше мнение в комментариях, а также подписывайтесь на мой YouTube-канал и на другие социальные сети. Ссылки на них вы сможете найти в описании под этим видео. Не прощаемся. Подписывайтесь на наш канал.